привет друзья мои привет привет итак сегодня снова среда сегодня снова вечер я снова в прямом эфире instagram и как всегда первые минуты в ожидании первых гостей я сижу и разговариваю сама с собой в прямом эфире ну чтобы не терять время зря пока я жду пока собираются мои первые гости я по традиции сообщаю что запись прямого эфира ведется что запись эфира в этот же вечер появляется в ленте instagram и на следующий день в 19 часов запись эфира появляется других моих социальных сетях на ю тубе вконтакте фейсбуке и одноклассников и так я приветствую моих первых гостей и как всегда прошу дать мне обратную связь как меня слышно видно вот и пока вы мне даете обратную связь как меня слышно я объявляю тему нашего сегодняшнего эфира это малоедение и я позиционирую малоедение как питание будущего я конечно же сегодня объясню свою точку зрения спасибо отлично да меня слышно видно все отлично замечательно спасибо большое мы можем начать в полной мере наш эфир друзья мне очень радостно было увидеть ваш вашу такую активную обратную связь которую вы мне давали в stories и в комментариях на тему малоедения я почему-то не думала что тема малоедения будет настолько интересно что вызвало довольно живой отклик мне очень это радостно я поняла что дело в том что тема малоедения сейчас мне самой лично очень интересно и я поняла что кругу моих подписчиков немало моих единомышленников меня это очень очень радует я еще раз хочу поприветствовать потому что я вижу что присоединяются присоединяются все новые люди я еще раз приветствую всех кто только что присоединился я очень рада если это вы мои постоянные зрители и наверное я еще более рада если это кто-то из новеньких подписчиков потому что за последние пару дней просоединилось 20 человек если я не ошибаюсь не по-моему даже уже больше 20 добрый вечер и ну мне это очень радостно то что моя страничка вызывает интерес и то что если вы сегодня на эфире то тема малоедения тоже вызывает интерес здорово отлично и так как я уже да кстати я я надеюсь я очень надеюсь что слово малоедение всем понятно малоедение это очень понятно это звучит очень логично в отличие например от слова сыроедение я знаю что есть люди которые считают что сыроеды это те которые питаются сыром смешно правда но на самом деле это так я встречала такие мнения так вот слово малоедение по-моему очень понятно и тут даже объяснять ничего не нужно итак тема нашего эфира она разделяется на три под темы да и первое это зачем оно вообще нужно кстати кто то так и спросил в комментариях а зачем это нужно мы об этом поговорим да зачем оно нужно малоедение в чем его польза вторая под тема это как к нему прийти если оно действительно нужно и полезно то как к нему собственно прийти да это 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 раз это естественный вопрос да ну и третье это почему же все таки я называю это питание питанием будущего и начну я именно с последнего да поскольку я так запозиционировал сегодняшнюю нашу тему малоедение питания будущего там поэтому я и начну с последней под тема если вы не возражаете но прежде чем я дам свое объяснение почему же все таки это питание будущего я хочу чтобы вы мне сейчас ответили на один мой вопросик значит смотрите сейчас поставьте пожалуйста в чат цифру от 1 до 3 насколько вы считаете безопасными современные продукты питания ну все продукты которые вы покупаете для своей кухни в магазинах и на рынках поставьте цифру 1 денечку если вы считаете что современные продукты нифига не опасные нормальные продукты как продукты вот что вижу то и беру что беру то и то и ем ставьте цифру 1 поставьте цифру 2 если вы считаете что уровень безопасности так себе то есть что-то можно покупать аж к чему-то надо присматриваться смотреть на состав на предмет его токсичности химичности и так далее и поставьте цифру 3 кто-то ставит троечки хотя вы еще даже не знаете на что я прошу поставить троечки поставьте цифру 3 если вы считаете что сейчас очень трудно найти безопасные натуральные чистые экологические ненхимичные продукты вот я уже вижу что уже пошли двоечки и троечки то есть это значит что все таки вы продвинуты да вы не считаете что современные продукты так уж прям безопасность что можно без оглядки их покупать да и троечек конечно же больше кстати сегодня связь я смотрю такая оперативная обычно очень долго жду реакции нас на свои вопросы а сегодня прям смотрю прям вот 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 только я попросила и вы уже ставите да большинство я вижу троечки я с полностью согласна ребята полностью согласна что действительно сегодня купить натуральные чистые безопасные продукты это проблема это стало проблемой собственно какой вывод какой вывод то я делаю из из этого да из того что трудно купить безопасные продукты поскольку мы с вами люди продвинутые и мы ищем именно безопасные продукты то получается что мы затрачиваем очень для нас это очень большой труд это нужно все найти да это где-то нужно затратить много времени чтобы найти такие продукты нужно затратить кучу денег чтобы купить такие продукты потому что они как правило стоят дороже чем обычные продукты супермаркете нужно потратить усилие чтобы это все приготовить и время да так же это все поесть потом это все помыть убрать на свои места а если учесть что мы едим много и часто то получается что мы вдвое в трое в пять и в десять раз увеличиваем вот эти все свои затраты временные и ресурсные на добычу и приготовление этой еды как если бы нежели бы мы ели мало то есть если бы мы занимались мало едением то есть я и ели мало то вместо того чтобы купить там две экологически чистые курицы на неделю да и их там приготовить и съесть мы бы одну курицу может быть растянули бы там на две недели предположим да если бы мы ели мало там отрезали от нее по кусочку представляете как сколько бы мы сэкономили я уже не говорю о том что мы сэкономили бы деньги деньги хотя это вопрос очень даже важный я не думаю что сейчас у нас очень много да лишних денег чтобы не пытаться их экономить но мы бы еще экономили кучу времени кучу времени которое бы оставалось на что угодно мы всегда говорим ой нет времени ой нет времени а представляете сколько во времени мы сэкономили вот почему вот это вот главная причина да что почему я считаю малоедение питанием будущего потому что чем дальше мы будем жить тем все труднее и труднее будет добывать чистые продукты и мы и мы будем все больше и больше мучиться поисках этих продуктов так следующий момент почему я считаю малоедение питанием будущего я я я родилась в ссср я родилась в 1963 году господи боже мой это какой-то кошмар я сейчас произношу эту цифру это было так давно это было при социализме я думаю что среди вас есть немало моих ровесниц которые тоже родились при социализме и большую часть своей жизни ну большую часть своей жизни жили при социализме когда нас в нас вселяли уверенность и веру в том что мы когда-нибудь построим коммунизм я не знаю как вы но я вот свято верил вы даже можете мне написать да как была ли у вас такая святая вера но мы мое поколение мы верили в то что мы построим коммунизм и мы верили в светлое будущее вот сегодня в наши дни я смотрю что мы не только не верим мы не видим светлого будущего потому что очень сильно все изменилось за последние десятилетия но мы даже сегодняшний день я уже не говорю про будущее даже сегодняшний день мы смотрим на него с опаской с окляткой с неуверенностью да точно вы со мной согласны да с неуверен ты каким-то страхом и вот вот во всем вот в этом да вот в этом страхе неуверенности как сумму куда-то потерялась вера куда-то потерялось а вот мне мне глубине души может быть я наивно Не знаю, может быть я наивна, но я в глубине души всё равно верю, что будет что-то такое впереди, светлое и лучшее, но при одном условии оно будет. Если у нас на первое место встанут духовные ценности, а вот материальные, и в том числе животонакопительные и животонабивательные встанут на второй план. Ну может быть там на третий даже или на четвёртый, но во всяком случае на задний, а вот на передний встанут духовные ценности. И что поможет этому, чтобы духовные ценности вышли на первый план? Конечно же малоедение, конечно же малоедение. Ну вот сами подумайте, совместимо ли обжорство и духовный расцвет? Совместимо ли это? Конечно нет. Конечно нет. Именно какая-то пищевая дисциплина, аскеза, именно она будет способствовать духовному расцвету. И как я уже сказала, повторюсь, поскольку я верю в духовный расцвет всего человечества, я думаю, что оно будет достигнуто именно благодаря малоедению, которое, надеюсь, придёт как основное направление, образ питания людей. Вот, я на это очень надеюсь. И ещё одна причина, по которой я считаю малоедение питанием будущего, я не знаю, может быть я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что я всё-таки не ошибаюсь. Мне кажется, что проблема истощения земельных ресурсов, земельных, водных ресурсов, она всё-таки нас приведёт рано или поздно к тому, что еды просто банально станет мало, меньше, и нам придётся затянуть пояски потуже. Кто будет в выигрышной ситуации, кто пострадает меньше? Конечно же, малоеды. Малоедам, конечно же, пояски будет затянуть гораздо легче. Вот. Вот. Да, да, да. Для понимания духовных истин человеку нужно закрыть базовую потребность поесть. Совершенно верно. Полностью с вами согласна. Очень рада, что вы меня понимаете и что вы солидарны со мной. Вот. Я вам назвала вот эти причины, почему всё-таки я считаю малоедение питанием будущего и считаю, что оно не за горами, что всё равно к этому люди должны прийти. Потому что мы просто уже устали. Вот я читала ваши комментарии, я просто видела, как вы кричите о том, что есть уже усталость от еды, что мы уже едим как не в себя, едим как сумасшедшие, едим не можем остановиться. Головой понимаем, что нужно есть меньше, но не можем никак себя контролировать. Не получается. Актуальна тема? Конечно, актуальна. Вот. Поэтому будем дальше её развивать, эту тему, тему маловедения. Так. И значит, первый мой вопрос, это я с последнего начала, да, а первый был звучал, а первый прозвучал так, что для чего оно нужно, в чём его польза. Вот давайте я вам, я думаю, что всё-таки, что большинство понимает, в чём его польза, но я ещё раз это как бы разовью, да, со своей точки зрения. И, ну, вы со мной там либо согласитесь, либо, может быть, не согласитесь, или там отчасти. Ну, давайте это обсудим. Так, сейчас я глотну. Я вот ещё раз повторю, что, читая комментарии, я увидела вот этот крик о том, что идёт, то есть, идёт какой-то неконтролируемый процесс поедания большого количества пищи. Значит, что происходит при этом, когда мы едим много и часто, едим много и часто, много и часто, и каждый день, без перерыва и без выходных мы едим, едим, едим. Мы очень сильно нагружаем пищеварительную систему. Пищеварительная система работает на износ. И при том, что мы едим много и мы очень сильно нагружаем пищеварительную систему, у нас не хватает энергии у организма для того, чтобы ещё и очищать эту систему. То есть, при пищеварении обязательно имеет место процесс загрязнения. Так устроено тело человека, что при поедании пищи, особенно при поедании большого количества пищи, тело человека загрязняется. Ну, тело, в смысле, кишечник загрязняется, да, а кишечник загрязняется уже организм в общем и целом. И если человек никогда не задумывался о том, что ему нужно как-то очищать свой организм, то он продолжает есть, есть и есть, и получается замкнутый круг. Человек ест много, кишечник загрязняется, а поскольку у нас питательные вещества впитываются в кровяное русло из кишечника в основном, то загрязнённый кишечник не даёт возможности максимум питательных веществ впитаться в кровяное русло. Соответственно, мы голодаем, то есть клетки голодают, я уже говорила об этом и на прошлом эфире, и на позапрошлом, но, возможно, есть новые люди, которым будет это полезно услышать. И получается, что при том, что мы едим много, но с грязным кишечником мы не даём возможности полноценного питания своим клеткам. То есть клетки голодают, организм голодает, а что кричит голодный организм? Он кричит «хочу есть». И получается замкнутый круг. Мы едим много, и всё равно мы голодные. И опять мы хотим есть, и мы едим ещё больше. Но чем больше мы едим, тем больше мы загрязняем кишечник, и получается ещё более замкнутый круг. Чем больше едим, тем больше хочется. Вот этот парадокс, такой круг сансары, из которого нужно просто выпрыгнуть. Но выпрыгнуть не получается, потому что мы боимся себя обделить едой, мы боимся остаться голодными, мы боимся недополучить каких-то питательных веществ. И у нас и так мало энергии, а мы её ещё и окончательно растеряем. Мы всего этого боимся, поэтому мы никак не можем выпрыгнуть из этого круга. Так, что получается, что получится, если человек перейдёт на малоедение, если он будет есть меньше? Мы сейчас опустим этот этап, который он прошёл, чтобы перейти на него. Это будет последняя часть нашего разговора. Мы сейчас говорим о том, что будет, то есть какую человек получит пользу, если он станет есть меньше, если он перейдёт на малоедение. Значит, смотрите, в чём будет заключаться польза. Когда тело получает много еды, оно не справляется с качественным усвоением и выведением остатков отходов пищеварения. Когда тело получает мало еды, соответственно, очень сильно уменьшается нагрузка на пищеварительную систему. Если нагрузка уменьшается, соответственно, высвобождается большое количество энергии, которая может быть пущена на очищение организма. То есть мы берём часть энергии, которую мы заливали на пищеварение, мы её берём, ну не мы, а организм берёт, да, и отправляет на очищение организма. То есть при малом количестве еды очищение организма начинает набирать обороты и оно начинает преобладать над процессами загрязнения. То есть получается картина наоборот. Если раньше вы ели много и загрязнялись, то теперь вы едите мало, и вы больше очищаетесь, нежели загрязняетесь. А ежели вы больше очищаетесь, очищается ваш кишечник, очищается ваш организм, у вас увеличивается поступление питательных веществ через стенки кишечника в кровь, ваш организм начинает полноценно питаться и усваивать даже из небольшого количества еды массу питательных веществ, которая нужна ему до нормы, да, чтобы чувствовать себя адекватно. И вы получаете положительные результаты. Вы снижаете вес, вы стабилизируете вес, да, вы избавляетесь от каких-то болезненных состояний тела, от каких-то диагнозов, симптомов, синдромов. У вас появляется много энергии, потому что, если раньше вся энергия уходила на пищеварение, то теперь вам хватает энергии не только на то, чтобы очищаться, очищать тело, да, но еще и на вашу личную жизнь, на вашу работу, детей, внуков, хобби, спорт и так далее. Представляете, какая польза идет от малоедения. Ну и теперь переходим к самому важному вопросу. Как же все-таки на него перейти, на малоедение? Конечно же, это очень важно. Я вижу, что вы там что-то пишете, но я пока не читаю. Я думаю, что у нас останется время для того, чтобы в конце эфира там что-то прокомментировать, если там будут вопросы. Вот давайте, знаете, как сделаем? Я нормально укладываюсь по времени. Давайте, прежде чем я перейду вот к этой практической части, как же все-таки перейти к малоедению, я сначала хочу сделать обзор тех комментариев, которые я себе выписала из ваших комментариев, которые были там под постом. Я зачитаю их. Уже второй раз сижу на условном голодании, и после выхода из условного голодания желудок не может уже принять столько пищи, сколько он принимал до условного голодания. Поэтому важно не растянуть его опять. Вот правильно, что вы об этом пишете, и что вы об этом понимаете и думаете. На самом деле условное голодание, любое голодание, любое воздержание от пищи, оно сильно уменьшает желудок в размере. И стоит воспользоваться вот этим состоянием после голодания с уменьшенным желудком, чтобы начать переходить на малоедение. Это очень удачное время после голодания перейти к малоедению. Хотя бы в какой-то степени, да? Хотя бы в какой-то степени к нему приблизиться. Вот. Но если вы не поставите себе такую задачу приближаться к малоедению, и будете по-прежнему загружать свой желудок прежним количеством еды, он опять растянется, и вы снова вернетесь к своим проблемам с едой, когда это не в себя. Вот. Поэтому воспользуйтесь вот этой ситуацией выходом после УГЭ. УГЭ, я думаю, все знают, это условное голодание. Следующий комментарий. Заметила, что стала меньше есть. Прислушиваюсь к своему организму, чего он хочет. Давно ушла от стандарта. Первое, второе, третье. Похудела на 8 килограмм. Умница. Умница. Очень интуитивно, правильно все делаете. Вот именно прислушиваться к своему организму, чего он хочет. Я тоже уже давно ушла от стандарта. Первое, второе, третье. Мне даже страшно представить, что это когда-то было на постоянной основе. Кстати, я хотела вам сочетать свое раннее питание. Я обязательно это сделаю чуть-чуть попозже. Просто сравните его с моим сегодняшним питанием. Ну и сделаем выводы определенные. Так, еще комментарий. После УГЭ, опять после УГЭ, да? Все еще на сыроедении. И конкретно сейчас ем почти в два раза меньше. И мне это очень нравится. Вот. Вот закрепите вот это. Вот это вот очень нравится. Вот пусть и так будет дальше. Дело в том, что когда вам это нравится, это самая главная мотивация для того, чтобы продолжать вот таким образом питаться и дальше. То есть это должно нравиться. Запомните это. Никак не могу приучить себя есть мало. Осенью вообще жор пошел. Осень и зима – это не очень благоприятное время для того, чтобы начать перестраивать свое питание в сторону малоедения. И хотя сейчас осень, и мы говорим об этом, но мы пока об этом только говорим. Мы пока, может быть, рассматриваем для себя, да, вы рассматриваете для себя такой вариант перехода. Готовиться надо. Почему осень и зима? Ну, неблагоприятно. Потому что это понятно. Мы зависим от климата. И когда холодно, мы хотим больше еды, больше горячей еды. Поэтому очень трудно перестроиться на малоедении именно в холодное время года. Но вы можете пока начать готовиться. Я на сыроедении, но мало есть не получается. Это значит, что ваше тело явно не готово к сыроедению. Не готово. Вот подумайте об этом. Может быть, стоит немножечко, чуть-чуть отступить назад. Немножко сделать шаг назад, да, ввести какое-то там небольшое количество вареной еды. Но потестировать свое тело. То есть, если вы на сыроедении и вы очень много едите, это нехорошая тенденция. Она все равно рано или поздно вас к какому-то тупику приведет. Поэтому подумайте, правильными ли вы сейчас в пути. Мне легче не кушать, чем съесть мало. Никогда не понимала девочек, которые могут скушать половину конфетки. Я полкило могу съесть. Сейчас держусь, конечно, работаю над собой. Но на три дня умеренного питания приходится срыв длиной до недели. Плохо, конечно. Мне очень жалко. Для меня это самая болезненная тема – срыв. Просто вижу, как люди страдают физиологически и морально на срывах. Поэтому вам сочувствую. И могу сказать только одно. Очевидно, вы торопитесь. Вы торопитесь, и вы себя, может быть, больше ущемляете в еде, чем это нужно на сегодняшний день. Попробуйте растянуть это во времени, делать это более комфортно, чтобы не было срыва. Человек ест… Это опять комментарий я читаю. Человек ест больше, чем необходимо тело. По разным причинам. Сделайте, пожалуйста, анализ и обзор. Как поменять привычки в питании. Пожалуйста, делаю анализ и обзор. Первая причина, почему люди едят много. Да потому что еда сейчас очень красивая. Она очень красиво подаётся. Не только в ресторанах, не только в кафе, но и вообще везде. В магазинах. Как она упакована. Как она рекламируется. Как она обставляется всевозможными аксессуарами. Только чтобы мы её купили. Только чтобы мы её съели. Чтобы мы её покупали больше и больше. И чтобы мы ели её больше и больше. Маркетинг. 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 Поэтому да. Поэтому мы видим её глазами. И мы пожираем её уже глазами на стадии даже зрения. Не говоря уже о животе. Вторая причина, почему мы много едим. Да, она не только красива, но она ещё и доступна. То есть, чтобы добыть еду, не нужно одевать охотничьи лыжи. Брать ружьё, идти в леса, в горы, стрелять мамонта, снимать с него шкуру. Этого ничего не нужно делать. Можно просто сделать один шаг, войти в магазин, купить. Или сделать шаг, открыть холодильник, достать. Она доступна. Вот она, она в руке. И поэтому она очень легко в нас проникает. Вторая причина, почему едим много и часто не по делу, не от голода. Социум. Мы существа социальные. Мы всё время находимся в социуме. Семья, коллеги по работе, гости, праздники. Мы всё время окружены едой. Люди все едят. А мы такие вот малоеды. Там едят свинью, то есть, простите, этого кабанчика зажаренного. А я тут буду, понимаете ли, жевать веточку петрушки. Но как-то я отстаю от стада. В общем, мы всё время идём на этих вот, как это называется, на стадном инстинкте. Ну, на чувстве локтя, можно сказать, да, с товарищами. И обедаем за компанию, и перекусываем за компанию. И просто для того, чтобы поддержать разговор, мы это едим. Это неправильно. Это неправильно, это нужно менять. Ну, и почему мы ещё много едим? Потому что мы очень часто заедаем негативные эмоции. Часто говорят, что заедаю стресс. Но мне не нравится такая обстановка вопроса, потому что под стрессом я понимаю несколько другое. Ну, не будем сейчас о стрессе, будем говорить о том, что мы заедаем негативные эмоции. А у нас их сплошь и рядом, да. Поругалась с мужем, проблема на работе, непонимание с детьми, плохая погода, там, чего-то ещё. Негативные эмоции у нас очень часто окружают со всех сторон. Что нам нужно сделать? Что мы хотим сделать? Мы хотим от них отвлечься. Как, каким образом переключиться на какую-то другую деятельность? На какую деятельность проще всего переключиться от негативных эмоций? Конечно же, на пищеварение. Это самое простое, что мы можем сделать. Мы запсиховали, а вот тут вазочка, в ней лежит пирожное или, не знаю, там, что-то ещё, конфета, пряник. Ну, какая разница, что там лежит? Главное, что оно лежит, что можно сейчас запихать это в рот и включить пищеварение, которое оттянет на себя всё внимание от этих вот негативных эмоций, да. И мы это делаем, потому что это проще всего. Но есть ещё более простой выход. Но, точнее как, он не более простой, он более трудозатратный. То есть нужно пойти не в сторону холодильника, а немножко в другую, в сторону прихожей. И взять не кусок хлеба, там, бутерброд в руке, а взять кроссовки, обуться, зашнуроваться, и пойти на улицу, и пройти 5 километров в быстром темпе, и при этом проговаривать вслух эти твои негативные эмоции. Причём идти нужно быстрым шагом, чтобы пот лился градом, чтобы по возвращении домой первое, что вам захотелось бы сделать, это не что-то съесть, а пойти в душ и смыть с себя все вот эти негативные эмоции. Это уже доказано давным-давно, что негативные эмоции можно вымещать разрядкой с помощью каких-то физических действий, но не едой. Просто поменяйте алгоритм, просто поменяйте привязку. Негативные эмоции-кроссовки, а не то, что сейчас есть негативные эмоции-бутерброд. Нет, вот это не надо. Вот такой мой обзор. Так, 33 минуты. Ага, нормально. Так, очень хотела бы стать малоежкой, но объём желудка уже повышен, ну, увеличен в смысле. Чувство голода уже не то, что раньше. Сейчас понимаю, что злая и суетливая, когда голодная. Нет чувства пустоты в животе, не доходит до этого. Практически у всех моих знакомых. Ключевая фраза. Нет чувства пустоты в животе. Вот это чувство пустоты в животе, вот это нужно в себе воспитать, развить, культивировать, привыкнуть и полюбить. Вот я не говорю о том, о совершенно пустом животе, голодном, когда он проваливается до спины. Нет, я говорю о лёгком чувстве такой приятной пустоты, приятного голода, очень-очень лёгкого, едва уловимого, едва заметного. Вот его нужно в себе развить, к нему нужно привыкнуть и полюбить. И когда вам это понравится, когда вы кайф будете получать вот это лёгкое чувство голода, от этой привычки, вот тогда вы можете считать, что вы победили. Что вы победили. Потому что когда мы будем наедаться до степени вот этот стоит, отсюда вот уже отрыгается, из ушей уже всё лезет. Вот если мы будем наедаться до такой степени, мы за тысячу лет не придём к малоедению. Поэтому вот начинайте внедрять в свою жизнь любовь к лёгкому чувству голода. Сначала не любовь, сначала просто привычку. Но потом вы это полюбите. И это будет вам очень нравиться. Ещё комментарий. Да, правильно. Чем больше ешь, тем больше хочется есть. А сил не прибавляется. Наоборот, слабость и спать тянет. Всё правильно. Это то, что я вам уже объяснила. Когда мы переполняем нашу пищеварительную систему, энергии не остаётся. Она вся уходит на то, чтобы хоть как-то худо-бедно переварить и очистить организм. Вам энергии на жизнь уже не остаётся. Что тогда просит организм? Он уставший. Ему нужно как-то выживать. Ему нужно как-то жить. Что он просит? Он просит уйти в сон. Для того, чтобы во сне восстановиться. И чтобы дальше продолжать спасать вас от вот этого тотального загрязнения. Поэтому вас всегда будет тянуть в сон, когда вы будете вот так есть и есть, как говорится, не в себя. Вот. Ага. Вот тут ещё написано, что жаль, что умом мы вроде и понимаем, но вот силы воли нет. Сколько раз начинала, и какие бесы мне снова мешают. Так хочется, чтобы кто-то пинка под зад давал. Про силу воли и бесы, которые мешают. Сейчас поговорим. Тут не сила воли и не бесы. Тут немножко другой механизм. Сейчас всё объясню. А вот по поводу пинка под зад, чтобы кто-то давал. Не дождётесь. Никто не будет давать пинка под зад, потому что, пусть это звучит жестоко, но вы никому не нужны. Вот. Ну, каждый из вас, да, и я думаю, это понимает, что вы, на самом деле, вы никому не нужны, кроме самого себя. Поэтому вы самостоятельно будете вытаскивать себя из того болота, обжиралого, в котором вы сейчас находитесь. Я не говорю про то, что это вы конкретно, те, кто у меня сейчас. У меня же в запись ещё будут смотреть там 400, может, 500, 600 человек, как это обычно бывает. А может быть и больше, там тысячи на Ютубе, там больше тысячи просмотров бывает. Вы, я говорю, это я вообще к людям обращаюсь, да. Каждый сам за себя. Каждый себя спасает сам. И никто пинка никому давать не будет. Вот. Даже когда вот ко мне приходят люди на консультацию, да, и просят там, ой, бай, дайте мне волшебный пендель. Я говорю, что я не раздаю пенделей. Я просто объясняю, что вам нужно делать и как делать. А делать-то вам всё равно придётся. Вам себя спасать. Я просто иду рядом и помогаю своими советами и своим опытом. А делать всё равно вам. Вам. Так, ну и вот ещё один комментарий. Даже не употребляя мясо и прочего, как не объедаться теми же салатами, чипсами, веганскими, самодельными? Хотя, думаю, зависит от чистоты организма, от зашлакованности. Умница. Умница. Правильно вы думаете. Вот именно. Всё зависит от чистоты организма. Так, без 20. Давайте переходить уже к основному вопросу. Как же всё-таки перейти к малоедению? Я сейчас поделюсь своими практическими советами. Сначала немножко о себе, да, а потом о практических советах. Потому что, я думаю, это всё хорошо, то, что мы сейчас тут бла-бла-бла. Но главное – это практика. И вы хотите именно практику. Так, давай сначала о себе. Я вам обещала рассказать, как я питалась раньше. Раньше – это 4 года назад. Те, кто меня знают уже, ну, знают мой путь, да, те, кто меня не знают, в 2016 году я начала изменять свою жизнь, изменять образ питания и так далее. Вот. И сейчас я пришла совершенно к другому уровню жизни именно в плане питания. Но вот в 2016 году я была в другой весовой категории, плюс 26 килограмм. Ну, и вообще в других понятиях. В частности, понятиях о еде. Так вот, из чего состояла моя еда. Вот. Будете смеяться. Значит, я приведу такой, ну, примерно такой средний день, да. Вот. Завтрак. Два больших бутера толстых. Я всегда резала толсто. Всё толсто. Хлеб толсто. И всё остальное толсто. Два больших бутера с маслом и с колбасой. Плюс два больших бутера с маслом и сыром. Плюс пара яиц. Плюс большая чашка кофе с сахаром и молоком. Это мой завтрак. Был стандартный на протяжении многих лет. Далее. Перекус. Какие-нибудь фрукты, орехи, семечки. Ну, то, что вот можно жевать. Там яблоки, что-то такое. Много. Обед. Большая тарелка борща. С большим куском свинины. Вот такого примерно с ладошку. Плюс парочка кусков хлеба. Плюс макароны с мясом. Плюс салат из моркови, например, с чесноком и майонезом. Плюс ещё парочка кусков хлеба. Ну, и иногда компот. Вот. Дальше. Перекус. Большая чашка чая с большим количеством конфет. Либо с большим количеством пряников. Либо и с тем, и с другим. Ужин. Ужин. Это всегда, почти всегда было что-то мучное. Либо это штук 6-8 оладьев. Вот таких в ладошку. Оладьев со сгущёнкой. Ну, так, пол баночки сгущёнки может быть. Либо это гора блинчиков со сметаной и с вареньем. Либо большая пицца вот такая, большая, круглая. Это всё было ужин. Думаете, на этом всё? Нет, ошибаетесь. Перед сном, поздний ужин. Ещё, внимание, ряженка с шоколадкой. Думаете, это всё? Нет, ошибаетесь. Ещё был ночной перекус. Парочка бананов. Вот, представляете себе, рациончик, да? Вот такой рациончик у меня был изо дня в день. Каждый день, много лет. Ну, примерно. Ну, плюс-минус там, да? Понятно, что продукты разные. Но примерно это было вот так вот, в таком объёме. Ну, и, конечно же, да, в результате этого рациончика, понятное дело, что последствия этого однажды заявили о себе полную силу. Очень полную силу. Вот от чего я уходила. А теперь я вам расскажу, что я ем сегодня. Тоже примерно, да? И вы сравните. До и после. Завтрак. 7 часов. Чашка кофе с кунжутным молоком. Плюс 6 маленьких сушёных абрикосов. Плюс 3-4 финика. Обед. Внимание. Обед. 12 часов. Какой-то фрукт. Ну, либо кисть винограда, либо там парочка хурмы. Или овощной салат. С оливковым маслом обычно. Без всяких утяжелителей. То есть, без хлеба, без макарон, без каши, без бобовых, без всего. Просто овощной салат. Это обед. Ужин. В 16 часов. Это единственный мой приём пищи с варёной еды. И это последний приём пищи в день. В 16 часов. Тут может быть несколько вариантов. Либо это какое-то термически приготовленное овощное блюдо. Ну, что-то тушёные овощи, запечённые овощи, там, варёное, что-то суп какой-нибудь, может быть, там, тыквенный, что-то в этом роде. Либо это может быть салат щётка. Надеюсь, знаете, что такое щётка, да? Салат из грубых овощей. Капуста, корнеплоды, зелень, всё такое в таком духе. И какой-то кусок, может быть, животного белка. Может, кусочек рыбки, например. Либо третий вариант. Это может быть каша, либо каша с овощами. Но это такой редкий вариант, потому что обычно это у меня зимой иногда бывает. Ну, как бы, каши я не так уж часто практикую. Вот. Это вот моё питание сегодня. Вот скажите, как отличается от моего прежнего? Конечно, если говорить совсем уж прям о малоедении, то вы можете сказать, что моё сегодняшнее питание – это вполне себе нормальное питание. Никакое это не малоедение. То есть в чём фишка-то, да? Нет, но если сравнивать с моим прежним питанием, то это, конечно же, малоедение. Ведь у нас же всё познаётся в сравнении, не так ли? Мы же всё оцениваем по сравнению с чем-то. Почему варёный на ужин, а не в обед? Потому что у меня обед в 12 часов фрукты. А ужин у меня в 16 часов. И после ужина у меня уже нет больше никакого приёма пищи. Можете считать, что мой ужин в 16 – это мой обед. А мой обед в 12, который фрукты, можете считать, что это мой второй завтрак. Просто вы меня понимаете в традиционном смысле слова, а я-то вам говорю с точки зрения моего сейчас изменённого питания. То есть у кого-то в 16 часов только обед, да? А у меня уже ужин в 16 часов. Так, на чём я остановилась? Да, в чём фишка? То есть почему я считаю, что я сейчас подошла к малоедению? Я вам написала тогда в пасти, что я подошла к малоедению. А вот я вам сейчас объясню, в чём фишка. Смотрите, если раньше, допустим, вот год, ещё год назад, год назад, я внедряла вот такую систему питания, как у меня сейчас, и у меня... А, питьё, спасибо, что вы спросили про питьё. Да, в промежутках между приёмами пищи я пью много горячей воды с лимоном. Либо чай травяной, либо просто горячая вода с лимоном. Это моё самое любимое питьё, и вот это у меня есть. Да, спасибо за вопрос. Вот я сейчас пью... Это Иван-чай с мёдом. Просто Иван-чай. Ой, с мёдом. Прошу прощения, с лимоном. С лимоном. Вот он там болтается, лимон. Мёда там нет. Хлеба вообще не ем. Не, ем, но так иногда, редко. Я просто его... Мне его не хочется. Он мне стал неинтересен. В общем, дело. Он перестал мне быть интересным. Да, фишка в чём фишка. Надо закругляться, а то время уже подходит к концу. Значит, смотрите. Если раньше я завтракала, да, потом я ждала быстрее-быстрее обеда, потому что подсасывала, то сейчас я жду обеда спокойно. То есть у меня уже не особо подсасывает. Потом я обедала на 10 часов, да, и вот сейчас обедаю. И вот если раньше я ждала ужина вот этого в 16 часов, ну, с вожделением, можно сказать, потому что уже хотелось есть. Приходит муж, я накрываю на стол, мы едим горячую еду, мы общаемся. Он говорит, мы так, ну, такой плотный приём пищи, да, по сравнению с предыдущими, там, с шестью этими абрикосами и этим гроздью винограда. Ну, то есть есть разница, да. То вот сейчас я чувствую, наступает такое время, когда я уже не жду с вожделением вот этого времени, когда придёт муж, и мы сядем ужинать. Нет, точнее, мужа-то я жду, я ужина так уже не жду. То есть наступает время ужина, там, 4 часа. И если раньше я голодная, бежала на кухню и расстилала скатерть в самобранку, и у меня прям слюни лились, и я прям быстрее хотела всё это поглощать, то сейчас я понимаю, что мой живот спокоен, что я, ну, может быть, я и испытываю там какое-то желание покушать, но это уже не то бешеное желание нажраться, да, будем говорить грубо. О чём это говорит? О том, что у меня стало насыщение происходить более качественно. То есть вот эта самая гроздья винограда, условно говоря, да, если раньше её хватало на пару часов, например, то сейчас это может быть даже 4 часа и даже более я не испытываю голода. Я считаю, что это как раз первый признак того, что я подошла к малоедению. Я подошла к тому, что, возможно, возможно, в скором времени у меня вот этот вот мой ужин, он либо отпадёт и будет заменён, может быть, на какую-то совсем лёгкую еду, либо, может быть, он вообще исчезнет. Я просто, может быть, сделаю два приёма пищи в день, да, и мне будет этого хватать. А может даже быть, что однажды это будет, настанет такое время, когда это будет один приём пищи, и мне будет этого хватать. Представляете, какая крутизна, когда ты кушаешь один раз в день, а всё остальное время у тебя свободно, и ты можешь учиться, смотреть фильмы, ходить гулять, ходить в кино, в театр, гулять с внуками, там, заниматься уроками. Я не знаю, ты можешь посвящать, вязать шарфы и всё, что угодно. И тебе не нужно будет стоять у плиты и вот это вот наготавливать, чтобы всё это... Представляете, какая перспектива? Вот почему я говорю, что я подошла сейчас к малоедению. Я стою от него не то, что в одном шаге, я думаю, что я в него уже практически вступила, потому что я реально визуально вижу, как сильно уменьшились мои порции. Да, самое главное, это время-то кончается. Я ещё практические советы не дала. Итак, значит, давайте практические советы, что нужно делать, чтобы прийти к малоедению. Значит, первое, мой совет. Если вы хотите прийти к малоедению, первое, что вы сделаете, вы, пожалуйста, вы, пожалуйста, не убирайте никакую еду из своего рациона. Вот всё, что вы привыкли кушать, оставьте это в своём рационе. Всё, вот абсолютно всё, к чему вы привыкли, и к хлебу, и к мясу, и, там, не знаю, к майонезу, там, к чему угодно. Оставьте всё, но просто начните это уменьшать, но, но не резко. Вот если вы резко это начнёте уменьшать, прям сразу в два раза уменьшите, вы получите вот тот самый срыв, про который я читала в комментарии. Не делайте резко. Начните потихонечку, ну, буквально по одной столовой ложке, там, в неделю уменьшайте. Пусть это будет растянутого времени. Это такой процесс творческий. Не надо рубить с плеча. Делайте так, чтобы вам было комфортно. И потихонечку вы приучите свой организм, который, я не устаю повторить, он как собака. Наш организм как собака. К чему приучите, так и будет себя вести. Постепенно вы придёте к тому, что ваши порции уменьшатся в два раза, и вы увидите результат очень скоро. Очень скоро. Далее, следующий шаг. Если вам удалось значительно уже уменьшить количество пищи, и вы при этом не испытываете дискомфорта, и вам это начинает нравиться, начинайте менять баланс. Баланс в пользу больше сырой растительной пищи. Я не говорю про тотальное сыроедение. Нет. Я просто говорю, что если раньше вы ели больше варёной еды, то начните есть больше сырой. В этом будет очень большая фишка состоять. Во-первых, вы будете обманывать свой желудок. То есть как бы еды-то визуально вроде бы не меньше, но больше сырой пищи. Получается, что нагрузка на пищеварительную систему гораздо меньше, потому что сырая растительная пища, она так не нагружает, как варёная, тяжёлая, мясная, крахмалистая. И при этом, при том, что вы не будете увеличивать порции сознательно, у вас будет продолжать идти процесс очищения в теле, и он будет усиливаться именно благодаря увеличенному количеству сырых овощей, сырой растительной пищи, потому что она очень хорошо очищает кишечник и очищает организм. И вы увидите, как вы будете получать ещё больше положительных результатов. Но, скорее всего, это будет отражаться на вашей стройности, то есть вы будете становиться стройнее, ну и, возможно, будете получать какие-то ещё положительные сдвиги. Следующий шаг. Делайте на постоянной основе один разгрузочный день в неделю. Причём я советую делать его так. Не надо тоже сразу бросаться в бухты-барахты, прям сразу хоп и на воду. Не надо на воду. Сделайте так. Сначала сделайте один день в неделю полностью сырой растительной пищи. Фрукты, овощи, зелень, салаты молоты, там, коктейли, смузи, просто фрукты, просто овощи. Ну вот как вот вам нравится, да, чай с мёдом, всё такое. Потом потихонечку начинайте замещать часть еды жидкостями. Например, утром встали, там, чику с мёдом, да, там, второй стаканчик, потом через, там, час-два сачку выпили. Ну, если нет панкреатита, если есть панкреатит, то это не пойдёт, то, что я советую, не пойдёт. А потом опять начинаете есть сырую растительную пищу. Следующий разгрузочный день, через неделю, вы ещё чуть-чуть побольше в себе жидкого питания, и так далее, и так далее. И постепенно вы весь свой день сведёте к жидкому питанию. Чай травяной с мёдом, соки, там, какие-то, может, морсы, шиповники, компоты. Ну, в общем, вот, всё в таком духе. И у вас вот этот вот желудочек будет уменьшаться, он будет привыкать вот к тому самому лёгкому чувству голода, который и необходим вам для привыкания к малоедению. Так, дальше. Когда вы продвинете вот на эти вот шаги, которые, да, я назвала, выше описала, попробуйте убрать какие-то продукты, может быть, начать с одного, которые вы считаете не совсем полезными для вас, или же откровенно вредными. Ну, может быть, там, сахаросодержащие продукты, мучные, возможно, колбасные, возможно, каким-нибудь там с рафинированными маслами, ну, типа там майонеза, кетчуп и прочее. Попробуйте это убрать. И, то есть, таким образом, вы сделаете ещё один шаг по оздоровлению вашего питания и к очищению вашего кишечника, соответственно, к переходу на более ближе, более, так сказать, ещё ближе станете к малоедению. То есть, чем чище кишечник, тем быстрее вы придёте к малоедению. Так. При том, что вы будете есть меньше, вы всё-таки не стремитесь увеличивать количество приёмов пищи. Потому что, ну, если вы будете есть сильно часто, там, прям совсем маленьким перерывом между приёмами пищи, у вас всё равно, несмотря на то, что еды будет мало, у вас всё равно будет идти большая нагрузка на пищеварительную систему. Она отдыхать не будет. Поэтому здесь, как бы, ну, не совсем будет тот результат, который вы ожидаете. Поэтому всё-таки я считаю, что где-то три раза в день это вот такое нормальное, среднее такое количество приёмов пищи. Ну, и постепенно, может быть, даже у вас будет потребность в уменьшении количества приёмов пищи. И, как я уже сказала, когда однажды наступит момент, когда вы поймёте, что вы перестали уже с вожделением ждать вот какого-то приёма пищи, то есть вот наступает время вашего привычного обеда или ужина, да, и вы понимаете, что вот вроде бы вам сейчас как бы по расписанию вы привыкли есть, но вы понимаете, что вы не голодны и вы не ждёте этого приёма пищи, смело его убирайте, изменяйте его каким-либо питьём, любым, чай, сок, компот, всё что угодно. Вы не пострадаете от этого, но при этом вы ещё будете ближе к малой едению. Вот. То есть всё делайте по согласованию со своим телом, пусть ваше тело приносит вам только какие-то положительные эмоции, поэтому не идите поперёк себя, а делайте всё очень медленно, поступательно, плавно и маленькими шагами. Вот это вот мой большой совет. Я очень сожалею, что я не успела сегодня ответить на ваши вопросы. Я прошу прощения, но постараюсь исправиться в следующий раз. Если вам очень принципиально, чтобы я ответила на ваши вопросы, вы можете прислать их в директ, я отвечу обязательно, ну, либо там где-то в комментариях. Я на комментарии тоже всегда отвечаю. Ну и в заключении, значит, можно ли перейти самостоятельно на малые деньги? Я считаю, что да. Я считаю, что каждый человек без какой-либо помощи может, ну, учитывая как бы вот это всё, это, что я сказала, да, учитывая то, что вы ещё почитаете по этой теме, можете, потому что это не опасно. Здесь нет такой опасности, ну, как бы не опасности, а меньше риска, как-то скажем, на условном голодании. Вот. Ну, и в то же время, если вы считаете, что у вас всё-таки не хватает каких-то знаний для того, чтобы изменить свой рацион, чтобы перейти на малые деньги, пожалуйста, можете обращаться за моими услугами, консультациями. Только я сразу хочу сказать, что вот эта ссылка, которая стоит у меня в шапке профиля на каталог здоровья, те продукты и услуги, которые стоят сейчас в этом каталоге, они будут действовать только до конца года, безднея, продаваться только до конца года. Те, кто уже купили, это всё остаётся в силе для них, доступ. Но для новеньких я в новом году буду полностью менять свои услуги, полное обновление будет вообще моей деятельности. Поэтому, кто хочет успеть, до конца этого года успейте там что-то себе приобрести или заказать консультацию. Ну, то, что вам будет нужно. Вот. На сегодня у меня всё. А, да, те, кто будут смотреть в записи, то ссылка на каталог стоит для вас не в шапке, а в описании под этим видео. Ребята, инстаграмовцы, благодарю, что вы сегодня были со мной. Очень вас люблю, признательно, обнимаю всех и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok